Всем привет, меня зовут Вика, и я рада видеть вас на своем канале. Мы продолжаем поиски квартир в Корее, и в этом ролике будет обзор нескольких корейских квартир, а также мы с вами поговорим о корейской ипотеке. Так что не переключайтесь, и приятного всем просмотра! Мы приехали, тут есть парк, парковая зона. Смотри, там даже есть, видишь, такие постройки традиционные. Ага, вон там. С деревья, с черепицей. Будет это видно или нет, но там есть, да, постройки. Но тут рядом и старые дома тоже. Не знаю, под снос идут или что. Нет, по-моему. Вот из-за вот таких домов машина оставляет где попало, потому что, видишь, эти дома не рассчитаны вообще на машины. Да, это вот в те годы, когда их строили, тогда не было столько машин. Вот, видите, пагоды. Смотри, вот возьмем этот дом. Где здесь машину парковать? Негде тут, поэтому вот на дороге два ряда. Перед домом тоже не перепаркуешь, потому что здесь, видишь, пожарная зона. Угу. Ну, магазины есть вот круглосуточные. Тоже тихий такой райончик. Вот школа рядом. Вот это вот. Она же говорит, типа, вы будете школу видеть прямо из-за комнат. Ага, она так сказала. Вот это вот самая близкая квартира к школе. Ну, сейчас пойдем посмотрим. И вот этот дом. Здесь парковочные места, как обычно. Вот домофон. Это подъезд. И мы ждем нефть. О, здесь даже такой есть. Тихончик, домофончик. Ой, идем, идем. И вот она, эта квартира. На входе, как обычно, шкаф для обуви. Давайте посмотрим наполнение, потому что везде оно по-разному. Вот здесь есть вот стук сарон, две створочки. В принципе, тоже вместительное. Вот, все это можно заполнить до талого. Дальше мы идем, вот, заходим в квартиру. Тут у нас большая кухня с гостиной. Вот стол такой большой. Мраморный. Мне нравится вот этот принт мрамора. Вообще, очень красиво смотрится. И отражение красивое такое. Большая раковина, кран. Вот шкафчики для хранения. Не хлопаются, нет, не хлопаются. Классно, вот. Кухня классная. Здесь у нас гостиная. Тоже с большими окнами. Дальше мы смотрим. Здесь родительская комната. С окнами. Окна тоже достаточно большие, знаете. Мне нравится, что они, да. Больше, чем стандартные. И в родительской комнате есть кондиционер, встроенный на потолке. Такой же есть и в гостиной, если вы можете увидеть. Подсветка тоже здесь будет потом, я так думаю. Но это надо уточнять. Из родительской комнаты есть санузел. И дальше давайте посмотрим. Если выйти сюда, то мы попадем. Попадем, попадем. А это что? Это балкончик, что ли, такой? Нет, это не балкончик. А, полипан. Здесь можно стиралку поставить. Можно здесь холодильники дополнительно поставить. Ну, короче, как кладовка. Как кладовка, да. А, вот здесь вход в квартиру. И вот здесь еще есть комната. Вот. И тут еще есть вторая комната. То есть это вот уже третья комната даже. А вот и балкончик. Это вот балкон. А это вот уже квартира на четвертом этаже. Этажом выше или через этаж. Я уже не помню. Но, в общем, планировка вроде такая же. То есть шкафчики такие же. Есть вот шторка. Дверь купе. И это удобно. Реально. Вот у нас есть такая же. И когда зимой, закрываете. И вот то, что отсюда холод, он не заходит в квартиру. И летом также. Жара, она не заходит. Так. Ну, значит, заходим. Планировка, как я поняла. Да. Все точно такое же. Вот. Вторая комната. А, сейчас. Вот балкончик. Что-то там больше. Это то, что как бы на таком уровне впереди этого дома нету других домов. Впереди школа. И, соответственно, воздух. Ну, здесь парк, да? Ну, то есть тоже полиция есть. Да, и смотри, говорит, вид какой. Угу. Пойдем. Вот этот салон такой будет в комплекте. Видишь, здесь. А что-то он какой-то как отросток, да? Непонятно, почему-то так в середине стоит. Или бы он больше был бы? Нет, это делали, потому что здесь ставят холодильник. А, здесь холодильник будет. А, здесь холодильник будет. А, его двигать можно. Можно двигать. А, его двигать можно. Я думала, он просто установлен. Ага. И вот удобная вот эта как называется розетка? А, вот так вот. Ага. Удобно, да? А это что, беспроводная зарядка? А, да-да-да. Беспроводная зарядка, видишь? Угу. И вот, смотри, какая-то. И вот гостиную большая. О, вид, да, реально классный. Гору видно, я говорю, что за гору? На природу. Здесь воздух будет чистый. Нет, вид классный, да. И тихо будет спокойно. Все-таки здесь четвертый этаж. Вот, это свет регулируется. Это родительская комната. И тоже вот вид на гору. Никто не будет здесь заглядывать, да, то есть ты здесь живешь спокойненько. Это классно, потому что у нас вид на соседний дом. Не расслабится ничего, блин. Не переодеться толком. И так же есть вот санузел. А вот это сколько стоит вот эти вот квартиры? Это стоит 285. 285 миллионов вот эта вот квартира. И вот до этого, которая была, точно такая же она. 285 миллионов. Вон. Нихиненько, да? И это мы поднялись на пятый этаж. На этаж выше, чтобы показать еще одну квартиру. Она идет уже четырехкомнатная, насколько я поняла. Насколько мне известно. Также есть шкафчики для обуви. Также можно заходить. Здесь уже без тапочек. Еще не успели помыть. Вот кухня, она большая. Также есть точно такой же стол с розетками и беспроводной зарядкой для телефона. Планировка точно такая же, как видите. Но есть небольшое отличие, к которому сейчас мы подберемся. Вот санузел. Слив вот здесь такой. Был такой же слив, насколько я помню, в Каныне, где мы ездили отдыхать. Но мы еще в таких конкретно ниже, где был такой слив. Просто я заметила. Ну, слив-то слив необычный такой. Здесь вот родительская комната и есть туалетик. А здесь и вид уже другой, видите. А, нет, то есть вид такой же, но более такой открытый. Там на деревья были, да? Да. А здесь еще выше и получается всю вот эту переднюю часть школы видно. Да. Можно наблюдать вот у них, когда что-то проходит. Там все видно. Не, это классно, конечно. И школа еще находится рядом с горой вообще. Так интересно. Да, и дальше пойдемте. Вот это были три комнаты. Еще вот, видите, здесь какая-то деревянная лестница есть, которая ведет нас на второй этаж, где есть тоже что-то необычное. Здесь само знание, это просто такая большая комната? А, здесь просто мансорда типа, да, я так понимаю? Можно сделать игровую ребенку. Вот, получается, вот это вот все. Получить это вот для ребенка. Ну, или просто для себя. Ой, дальше здесь тапочки есть. И дальше это, это что? Это крыша? Ой, тапки так нагринутся. Ого-го-го, хотя бы здесь тесно, конечно. Ну, да. Крыша маловато, да? Маловато чуть-чуть. С той стороны. А, с той стороны? Вот вид такой открывается. А, как классно. А, вот так вот идем. Ага. 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 Сейчас пока не идя туда, да, туда заходите? Ну, так это тоже наша же территория будет, правильно? Ну, то есть, если купишь этот дом, если эту квартиру купишь, то и так вся эта крыша будет принадлежать нам, получается. Вот второй этаж. Как вам, ребята? Триста сорок пять миллионов за четырех комнатных скидок, они говорят, сначала, типа, если всё понравится, потом они готовятся. Договоры, да? Да. Ага. Мы ещё раз поднялись на крышу. Оказывается, вот эта вот зона, да, вот эта часть, она общая. А вон там, которая вот была, это вот уже относится к двухэтажной квартире, которая четырехкомнатная. Вот оно, что оказывается. Это общее. Здесь можно, ну, не знаю, что можно. Опять-таки, шашлыки жарить, бельё сушить. Много чего можно. Ну что, мы посмотрели квартиры, мне понравились они, плюс это то, что школа находится прям очень близко, из окна видать, и идти тоже, просто вот дорогу перейти, и всё, нету ни перекрёстков, ни светофоров, и наверняка будут тоже регулировать движение, да? То есть для ребёнка будет полностью запасно. И вообще сейчас же в школьной зоне больше тридцати километров в час нельзя ездить. А, уже так, да, что? А, ну да, идует воронить. Сейчас закон пятьдесят тридцать. А? Пятьдесят тридцать, тридцать в школьной зоне, и пятьдесят не по городу, а вот, ну, в таких, в таких районах, да. Ну да. По городу где-то, ну, шестьдесят, где-то, где-то шестьдесят, на каких-то участках семьдесят, зависит от участка. И плюс то, что помимо начальной школы есть ещё и средняя, и старшая. Да, они есть в ряд, да, стоят. Да, садики есть, то есть можно и рожать второго ребёнка, там, третьего, не знаю сколько там. И знаешь, вид, да, неплохой. И вид красивый. Для виллы это хороший вид. И вот можно выйти в парк, что мы сейчас и сделали, мы вот с Колей пришли в парк, который вот вы этому показывали. Я это к чему говорю? Что можно рожать, можно здесь жить, и ребёнок идёт после начальной школы в среднюю, потом в старшую, вплоть до старшей школы. А там уже дальше в универ, ну, в универ, наверное, придётся либо снимать, либо же другую поближе покупать, или как они вообще делают. Либо в общаге, наверное, да, потому что здесь общаги тоже хорошие. Я вот была в одной общаге, это было 12 лет назад, когда я только в Корею приехала, и прям там все условия были. Не, при универах там общаги очень хорошие. При универах очень хорошие, да, я там была, я обалдела. Прям как в отеле, и столько всего там тоже развлечений, ну, для досуга есть. Ну, в принципе, можно и этот вариант тоже рассматривать, здесь продумали. Ну, цены, конечно, кусаются. Вот мы сейчас посчитали всё, когда всё уже посмотрели, нам объяснили, что будет. Ну, там расписали, сколько будет ежемесячный платёж, если взять кредит и так далее. Сейчас даже посмотрим. 150 миллионов есть на руках. Это если трёхкомнатную брать, то вот на 30 лет, да, на 30 лет, при условии, что у нас будет, сколько здесь? 150 миллионов. 150 миллионов свои, и мы возьмём ещё в кредит 171 миллион вон, это всё вонах, я говорю, и ежемесячный платёж будет 768 тысяч каждый месяц. Это, смотри, здесь не 150 надо будет, здесь около 100, сколько надо будет, 114 миллионов первоначально. А-а-а. Понимаешь, потому что в кредит берём 171 миллион, вот так. Ну, не 150, да, там меньше. Меньше даже. Но получается... При этом ежемесячно в течение 30 лет нужно будет выплачивать по 768 тысяч вон. Или 700 долларов, да? Да, сколько процентов это получается? Это 3,5 процента. То есть, они считают по стандартному 3,5 процента, но когда вы подаёте заявку на ипотеку, у каждого может быть разный процент, потому что там всё-таки зависит от того, сколько вы там зарабатываете, грубо говоря, от кредитной истории. Ну да, там это всё очень индивидуально. Возможно, самый минимальный процент, она мне говорила, что 2,8, то есть 2,8 процентов годовых. Насчёт налога мы узнали. Есть в Корее налог на покупку. И единоразово при покупке нужно будет заплатить 3 миллиона 130 тысяч вон. Это получается 3 тысячи долларов в налог. И потом уже каждый год, но там уже не больше, небольшой будет, правильно? Да, сказали не больше 200 тысяч в год. Ну да, около 200 долларов в год, это уже поменьше. И узнали, можно ли досрочно заплатить, погасить, если же деньги появятся, досрочно можно или нет. Сказали, что можно, но только после двух лет. То есть 2 года нужно будет платить, потому что первые года банк будет начислять проценты. И мы не будем погашать основную сумму кредита, а будем сначала уплачивать проценты. И это не только в Корее, в России тоже такая система, поэтому это нормально. И после двух лет можно будет уже досрочно погашать. Вот только не знаю, всю ли сумму или только частично. Ну, наверное, даже можно всю, наверное, да? Ну, наверное, да. Ну, это уже как в мелочи, да? Не, ну, не разово, наверное, в течение определенного срока по счету. Ну, если деньги будут, в принципе, можно не разово, наверное. Ну, это лишь надо консультироваться в банках. Ну, да. Это они тоже не знают. Это в банках, причем во всех банках все это по-разному. И что могу сказать? Квартиры хорошие, да. Вот эти вот лучшие. Каждым разом мы вот ходим, ищем. И каждый раз нам попадается все лучше и лучше. И поэтому с квартирами вот этими спешить нельзя. Да, но мы вот ходим, изучаем. И много всего мы узнали. Вообще, я нисколько не пожалела, что сегодня походили. Правда, очень уже устали, да? И вот в Пудон Санчице тоже хорошая попалась. Все нам объясняла, все рассказывала. Ездила с нами. Ну, она, правда, на своей машине. Пудон Санчице – это риэлтор. А, риэлтор, да, риэлтор. И вот такой партовый темп покажу. Посмотрите, какая парковая зона классная. Вот туда мы хотели зайти, а там не работает. Да, горы закрыты, блин. Видела, гора, которая из квартиры была видна, на нее можно подняться. Да, можно покорять новые вершины. В прямом смысле, да? Ну что, наверное, на этом мы будем видео заканчивать. Мы сейчас поедем домой. У нас еще есть дела сегодня. Нужно еще заехать сейчас. Посмотрим. Нам еще нужно покушать. Короче, надо дальше двигаться. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, на канал Коли, на наши инстаграмы. Все ссылки будут внизу в описании. И пишите комментарии, как вам эти квартиры. Какая вам понравилась, какая нет. Как вам цены. Дорого ли, дешево ли. Купили ли бы вы какой-нибудь из них. И есть ли у вас деньги, чтобы купить прямо сейчас без кредита. Да что я несу, господи. Ладно, я шучу. Все, всем удачи и всем пока-пока.